В конце прошлой недели состоялось выездное совещание с депутатами областного центра и представителями различных ведомств. Мэр Магадана Юрий Гришан считает, что такой вид проведения депутатского часа является наиболее удобным и правильным, так как сидя в кабинете нельзя в полной точности понять все проблемы. Таким образом, городоначальник лично посетил и проверил состояние двух дворов по улице Карла Маркса и Болдырева. Я думаю, что то, что сегодня Марина Саладина мне показала, требует, конечно, серьезного внимания, но это общие проблемы с птицами, которые есть, это мы на улице Карла Маркса услышали. Это нерегулярность вывоза коммунальных отходов, прежде всего крупногабаритных, это необходимость более качественного проведения ямочного ремонта. Это сегодня уже больная тема уборки детских площадок. Я уже говорил, что у нас потерялся подрядчик. Вчера вроде нашелся, но вот уже как раз на Карла Маркса, где мы были, там вроде убрались. Эти травы не покосили, а здесь на Бондреве 5Б и не заходил даже никто пока. Поэтому со всеми вопросами этим мы будем работать. Что касается комплексного благоустройства дворовых территорий, то в этом случае собственники сначала должны устроить общее собрание жильцов, где они обсудят, как должен выглядеть двор в будущем. К слову, на этом собрании должно присутствовать не менее 51% всех жителей домов, которые привязаны к определенному двору. Также городоначальник заявил, что благодаря существованию программ благоустройства и столицы есть возможность распределить деньги таким образом, чтобы закрывать наиболее острые вопросы. Перекопали всю дорогу. Раньше было намного лучше, чем сейчас. Буквально три года, так и ее не стало. Образительство того, что дорога в принципе не проездная, она аварийная. Вот ямища какая. Человек туда в нее влетел. Члены Общероссийского народного фронта провели мониторинг федеральной трассы Колыма. Проверяют автодорогу раз в два года. Колымская трасса – единственная артерия, соединяющая Магданскую область с центральными районами страны. Ее протяженность – более двух тысяч километров. Она разделена на две части. Одну обслуживает ДСД Дальний Восток, вторую – Упрудор Вилюй. Поэтому специалисты смотрели дорогу по двум управляющим организациям. 107-й километр. Вот смотрим, что происходит. Хочется обратить на это внимание федеральных властей. Куда деньги-то деваются? Дорога разрушена. Здесь когда-то, может быть, был асфальт, видно. Но это было когда-то. Сейчас это, получается, яма. Люди убивают свой транспорт, убивают свои машины. Скачет, как не знаю кто. На территории Сахая-Якутия Упрудор Вилюй дорогу не обслуживает. Подрядчики не работают. В двух местах ведется генеральная реконструкция, но мы особо не обращали внимания на генеральные реконструкции и капитальные ремонты. Смотрели именно на содержание автодороги. Потому что без нормального содержания дороги дорога развалится. Просто она не будет существовать. На территории Якутии мы увидели не федеральную автодорогу. Мы увидели какую-то заброшенную проселочную дорогу. С отвала взят грунт. Это большие скальники и так далее, высыпанные на дорогу. Плохо укатанные гребенка повсеместная. То есть движение без разрушения автомобиля практически невозможно. В ходе реконструкции дороги работают два нацпроекта – БКД и внутренний туризм. Оба проекта, рассказывают специалисты, не реализуются, поскольку компания Вилюй не исполняет свою прямую обязанность. Мы проехали расстояние, которое было обозначено щитом капитальный ремонт. То есть 15 километров с небольшим. В результате на этом участке дороги мы не увидели ни одной единицы техники, ни одного человека, работающего на дороге. Подготовка к капитальному ремонту не ведется, но и не велась. Из этого можно сделать вывод то, что Купердор Вилюй, пользуясь такими моментами, как капитальный ремонт, хочет из себя снять ответственность за содержание автодороги. То есть выставляя знак о капитальном ремонте, он просто обозначает этот участок, на котором никакие работы по содержанию вестись не будут. При этом не ведет здесь никаких работ, и дорога остается в том же аварийном состоянии, в каком она и была. Они просто завалены. Почему? Потому что легковым автотранспортом проезд практически невозможен, я скажу так. Джипы разрушаются, постоянно мы видим какие-то машины заваленные, потому что не удерживаются на дороге. Это хорошо видно на заснятых видео, которые были, мы все ввели фото-видео фиксацию. Вот. Расстояние до Алдамской переправы от Бестяха, то есть от нулевого километра Колымской трассы, федеральной автодороги Колыма. Вот. Там просто непроходимые пески, там пустыня. Где-то там делается работа Вилюем по укладке асфальта, но на песок. То есть такое мы видели в 2019 году, в этом году мы увидели разрушенный полностью асфальт, то есть вот там нет, закопанные деньги в песок, скажем так. Выход один. У дороги должен быть один управленец, рассказал Сергей Зеленков. Именно такая организация должна контролировать подрядчика. На территории Магаданской области ситуация с автотрассой совершенно другая. Когда мы заехали в Магаданскую область, честно скажу, был очень приятно удивлен. Очень приятно. На стеле Магаданской области граница, там на Деленкире происходит разделение. Я сразу сказал, сейчас будем смотреть, что делается у нас на территории области. Я был, вы знаете, я уже сказал, приятно удивлен, большое спасибо дорожникам. 100 километров я проехал, даже не там, где-то 120 километров я проехал, я даже не заметил. То есть дорога хорошо расширена, хорошо утоптана, это при том, что мы попали в дождь, на дороге вода не удерживается, она стекает, то есть идеально. Я скажу так, мне очень понравилось. Да, были какие-то проблемы на территории Ягоднинского района, это мы увидели у подрядчиков, но где-то там была поломка техники, и понятно, но они сейчас это нагоняют, работу по содержанию, но где-то были такие причины, как просто уже содержание проводить на этих участках невозможно, то есть необходимо проводить капитальный ремонт, и это в планах. Как отмещают специалисты, если дорогу не сделать, то многие сферы пострадают, например, туризм и логистика. Всю информацию по автодороге передадут в контролирующие органы. С 1588 километра мы едем по федеральной автодороге Колыма в сторону Аратукана. Почти 500 магаданцев состоят на профилактическом учете. Из них за 144-мя установлен административный надзор, а 181 гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость. И все это о преступлениях на бытовой почве. В этом году сотрудники ведомств усиленно организовывали профилактические работы с теми, кто предрасположен к таким действиям. В настоящее время на учете состоит 33 гражданина, совершивших преступления в сфере семейных и бытовых отношений, не представляющих опасность для окружающих. Хочется отметить, что это те граждане, которые совершили правонарушение по статье 6.1.1, то есть побои, то есть телесные повреждения, причинения телесных повреждений. То есть все правонарушения были совершены в быту. После составления протокола данный гражданин ставится на профилактический учет, и в течение года до момента погашения правонарушения он находится на учете. Если он дальше продолжает противоправное деяние, то есть участковый полномоченный продлевает ему срок нахождения на этом учете. Для профилактики бытовой преступности в областном центре у нас проводится на постоянной основе оперативно-профилактические мероприятия, такие как быт, рецидив, надзор. По словам специалистов, в ходе таких проверок количество преступлений лицам ранее их совершавшим снизилось на более чем 30%, совершенных в состоянии опьянения на 62%, в быту на 55%. Специалисты раскрыли более 70 таких преступлений, составили почти 550 протоколов об административном правонарушении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!